Друзья, всем привет из Одессы. Нахожусь в месте известном во всем мире. Это французский бульвар, одесская киностудия, на которой были сняты лучшие фильмы своего времени. И эти фильмы смотрят до сих пор во всем мире, их помнят. Это были сняты шедевры, чем прославилась наша украинская национальная одесская киностудия. Почему я здесь нахожусь? Потому что здесь возникли огромные проблемы. Эта киностудия была захвачена рейдерским путем, фальсификациями. Захвачена она была экс-ген-директором медиахолдинга «Один плюс один», ныне депутатом от «Слуги народа» Александром Ткаченко. Я буду очень много рассказывать о той схеме, которая и фальсификациях, которые здесь включил Ткаченко и его компания. Я буду рассказывать, как он стал владельцем этой киностудии, как эта киностудия банкротилась с его приходом, как эта киностудия начала приватизироваться. У меня уже очень много информации о том, как подделывались подписи, как покупались, продавались люди, показания, как беспределили наши украинские суды и как правоохранительные органы не реагировали на обращение десятков заявлений от сотрудников Одесской киностудии. Сейчас я здесь, я хочу пойти на экскурсию, я хочу попасть на территорию Одесской киностудии, чтобы показать, в каком состоянии она сейчас находится. Сразу хочу сказать, что она полностью разворована. Костюмерные павильоны, все полностью в разрухе. Такие вот исторические дома, бассейны, в которых снимались лучшие кадры фильмов про моря и так далее, это все полностью в упадке. Все порезано на металл, все вывезено, все в полной разрухе. Если в свое время, когда снимались фильмы, на Одесской киностудии работало около полторы тысячи, минимум полторы тысячи человек только в штате. С захватом этой киностудии были незаконно уволены практически весь штат. На данный момент численность сотрудников киностудии составляет около 30 человек обслуживающего персонала. То есть это, наверное, несколько работников музея, охрана, какие-то уборщики, бухгалтера вместе с Ткаченко и его людьми, директорами и так далее. Поэтому идем на киностудию и далее будет. Итак, друзья, как я обещал, рассказываю вам печальную для Украины историю о том, как экс-гендиректор медиахолдинга 1 плюс 1, а ныне так называемый слуга народа, депутат, народный депутат Александр Ткаченко многочисленными фальсификациями и мошенническим путем украл у Украины национальное достояние государственное предприятие Одесская киностудия, а далее просто уничтожал его с целью собственного обогащения. Но начну с декораций, которые предоставили мне люди, которые работали на Одесской киностудии, снимали фильмы и которых Александр Ткаченко со своей подельницей, директором Одесской киностудии, вместе с киностудией пустили под откос, оставили без работы, незаконно уволив и выгнали на улицу с квартир, которые были получены за десятки лет труда на благо госпредприятия Одесская киностудия. Слева и справа вы видите такие вот два плаката. Это универка, директор, бывший директор госпредприятия Одесская киностудия и Александр Ткаченко, так называемый слуга народа. Эти плакаты подписаны словами убийцы Одесской киностудии. Именно так их видят одесситы, именно так их видят сотрудники Одесской киностудии. Посредине надо мной плакат с надписью «Голливуд у Черного моря» и «Сашко», мы это уже слышали. Именно под этим лозунгом Александр Ткаченко на протяжении 15 лет с момента рейдерского захвата Одесской киностудии грабил и продолжает грабить Украину и уже фактически закопал гроб в могилу с самим госпредприятием Одесская киностудия. Начну с того, что регистрация самого госпредприятия Одесская киностудия художественных фильмов состоялась в 1996 году. До появления Ткаченко в 2004 году Одесская киностудия сняла 7 фильмов абсолютно без копейки финансирования государства. Количество только штатных сотрудников составлял свыше полторы тысячи человек. Внештатных сотрудников по информации было еще больше. В 2002 году при Кучме была принята программа развития киноиндустрии, которая планировала системную поддержку украинского кинематографа. Грабеж киностудии начался со знакомства Ткаченко, который в то время возглавлял новый канал, с директором госпредприятия Одесская киностудия Неверка. Директор Одесской киностудии Неверка давала новому каналу для проката фильмы Одесской киностудии. Таким образом, Неверка познакомилась с Ткаченко и вступили в сговор, распланировал схему грабежа Одесской киностудии. Тема грабежа, а именно рейдерского захвата Одесской киностудии началась с планирования захода Ткаченко как инвестора в госпредприятии Одесской киностудии. В 2004 году Ткаченко находит инвестора по фамилии Фурсин, который являлся младшим партнером Фирташа. У Фурсина были как раз грязные деньги на офшорных счетах и ему по сути даже необходимо было их как-либо легализировать. По сути они нашли друг друга. Одному нужно отмыть деньги, а второму нужно якобы внести эти деньги для того, чтобы зайти как инвестор в Одесскую киностудию. Ткаченко и Фурсин создают компанию Однодневку ООО Новая киностудия и директором назначают некого Ершова. Ну по сути такой себе как обычно подставной человек. После этого фиктивный директор Ершов, а по сути сам Ткаченко пишет письмо директору Одесской киностудии Неверка с предложением создать совместное предприятие с фирмой Однодневкой Новая киностудия, где обещает внести в уставной фонд не менее 30 миллионов гривен, что на то время составляло по курсу свыше 6 миллионов долларов. Также обещает сохранение профиля деятельности предприятия и обеспечения стабильного его развития. Как мы знаем уже за последующие годы не было снято ни одного фильма. И как потом выяснилось, озвученная сумма в 30 миллионов гривен так и не была внесена в Одесскую киностудию. К тому времени на 20-е, 10-е, 2004-е из штата Одесской киностудии непонятным образом исчезают около 1300 человек. Я уже говорил, работало до 2004 года только в штате более полторы тысячи человек. Сейчас к 2004-му к этому моменту 1300 человек просто исчезают и по штату числится всего 208 человек. Как оказывается позже эти 1300 человек, я говорю примерно, были незаконно уволены. Уволены с липовыми подписями, еще какими-то другими мошенническими путями. Людей просто уволили с работы. 20 октября 2004 года на Одесской киностудии проходит так называемое собрание коллектива, на котором присутствует всего 30 приближенных к директору неверка человек. На собрании представляют Александра Ткаченко как единственного акционера. В тот момент даже те приближенные к директору не понимают, почему Ткаченко является единственным акционером. Откуда он вообще взялся? Почему нету прозрачного тендера? На собрании у Ткаченко спрашивают, где наши акции? Почему нет прозрачного тендера? Какие гарантии, что Одесская киностудия будет работать и развиваться? На что Ткаченко отвечает следующей фразой? Я буду снимать кино вместе с вами. Таким образом, собрание проваливается. План захода Ткаченко в Одесскую киностудию срывается. Но выход из ситуации был быстро найден. Неверка начинает бегать по Одесской киностудии и лично собирать подписи за создание ЗАО, грозя тем, что кто не подпишет, будет уволен. Таким образом, появляется протокол собрания от 20.10.2004 года с 204 подписями, большую часть которых работники Одесской киностудии признают поддельными. При этом нам удалось найти письмо, отправленное директором Неверка в Минкульт и фонд Госимущества, где она сообщает о том, что состоялись такие сборы коллектива Одесской киностудии и было принято решение о создании совместного предприятия. Письмо датировано 15.10.2004 года, то есть на 5 дней раньше самих сборов, что свидетельствует о предварительном сговоре. Схема грабежа государства была запущенная еще ранее Неверка и Ткаченко. Они давно все порешали, а сборы были всего лишь фиксами для того, чтобы пустить пыль в глаза оставшимся сотрудникам Одесской киностудии. 13.12.2005 года всплывает документ от 13.12.2005 года протокол совещания ЗАД Одесской киностудии, которого в реалии не было, с подписями людей, которые даже не знали и не слышали о данном совещании. На совещании якобы обсуждается вопрос о информировании трудового коллектива Госпредприятия Одесской киностудии о создании ЗАД Одесской киностудии, акционирования трудового коллектива Госпредприятия, социальной защиты и использования помещений киностудии. То есть данный документ был сфальсифицирован с целью того, чтобы предоставить эту фельдкину грамоту Фонд госимущества и подтвердить то, что все необходимые условия соблюдены. И по-быстрому упразднить госпредприятие Одесская киностудия, вливши его в закрытое акционерное общество Одесская киностудия. Одна из подписей в данном протоколе якобы принадлежала исполняющему обязанности председателя правления Одесского отделения Союза кинематографистов Украины Лупию Яве. То, что подпись подделана, подтверждает документ. Лупий обращается в правоохранительные органы и даже пишет письмо президенту Ющенко, что его подпись подделана. Таким образом, Александр Ткаченко и компания идут на уголовное преступление, подделывая подпись Лупия. Помимо работников киностудии, схему разворовывания государственного предприятия Одесская киностудия увидела и пыталась предотвратить глава Фонда госимущества Украины Семенюк Валентина Петровна. На совещании Фонда госимущества по ЗАД Одесская киностудия, она неоднократно обращала внимание, что ЗАД Одесская киностудия создана с нарушениями законодательства и была категорически против приватизации, что подтверждает протокол совещания по ЗАД Одесская киностудия. Я зачитаю. Семенюк ВП чергово звернула увагу на те, что створение ЗАД Одесской киностудии было сделано и с порушением предвиденного законодательством порядка. Адже наслідок информирования Министерством культури и туризма Фонду Державного майна про склад цілісного майнового комплексу Державного підприятия Одесская киностудия художних фильмов, до которого в том числе входят гуртожиток, а також частина примещений, которого, згідно постанови Кабинету Министра Украины, были переданы в дочернее использование Одесского отдела Национального спорта кинематографистов, было створено передумови для порушения законных интересов мешканців гуртожиток и Одесского отдела Национального спорта кинематографистов. Далее Семенюк. Так. Фактично мы подарили предприятия. Далее Семенюк звернулась до Ткаченка с проханием пояснити причини неможливості регулировати проблеми спілки з Минкультуризму. Далі глава фонда госимущества Семенюк вступає в зарубу со своїм замом, єдинним, хто продержав здачу госпредприятия Одесська киностудія в руки рейдерів. Це був заміститель председателя фонда Петров. Прошу запомнити ту фамілію і префілірованість Петрова з Олександром Ткаченком я буду говорити позже. Я зачитаю слова Петрова із протоколу. Якщо керуватися тим, що можуть сказати представники Одеського відділення Національної спілки кинематографістів, це можна наперед передбачити. Проте на переконання виступаючого доцільно керуватися простими розрахунками, ми зобов'язані опрацювати різні варіанти та бачити в них плюси і мінуси. Зараз нав'язується один варіант – не буде допустити приватизації. Які наслідки? Т.е. Петров пошел проти своего руководителя, проти начальника фонда госимущества Семенюк і всячески помогав Ткаченку все-таки заполучити це госпредприєте. За госпредприєтею Одеська киностудія сама Семенюк і фонд госимущества сражались до последнього. І прошли все судебні інстанції до высшого хозяйственного суда, в котором государство проиграло рейдеру Олександру Ткаченко. Притом, прошу обратити внимание на скорость прохождения судебних інстанцій. Она нереально быстрая. За полгода прошли суды во всех трьох інстанціях, і Вышка вынесла приговор, поставив крест на будущем Одесской киностудії. По фактам фальсификации, мошенничества, неоплаты налогов, рейдерства и других нарушений законодательства Украины, по фактам преступной деятельности Александра Ткаченко и Неверка, о которых я говорил, в ближайшее время пойдут заявления во все правоохранительные органы Украины. Своей дальнейшей задачей вижу добиться возбуждения уголовных дел и проведения следственных действий под контролем СМИ и общественности и возвращения незаконно украденной национальной Одесской киностудии Украине. Обращаюсь к нацполиции, ГПУ, НАБУ, ДБР, народным депутатам Украины помочь вернуть Украине то, что было украдено и продолжает грабиться мошенниками и аферистами. Есть выражение «деньги любят тишину», поэтому прошу распространять историю грабежа Украины и Одесской киностудии. Только так мы сможем вернуть наше национальное «деньги любят тишину». Субтитры создавал DimaTorzok